Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет. С вами священник Стахик Латвин. И сегодня мы по традиции разберем один-единственный стих, сосредоточим свое внимание, не будем бежать за тем, чтобы объять необъятное. Целая притча Христова, целое его толкование, целый раздел евангельской проповеди, а углубимся, как и подобает человеку, который спахивает свое поле, что он не ходит вокруг и старается там побольше что-то спахать, но нет, свою вот эту, чтобы борозда была глубокая, чтобы туда семечко поместить, чтобы вокруг была плодородная земля. И, как вы уже наверняка догадались, по вот этому предисловию речь пойдет о притче о сеятеле, а точнее о ее толковании, которое Господь сам дает, чтобы дать пример толкованию любого другой евангельской притчи, вообще, в принципе, любого другого евангельского стиха. Но прочем один-единственный стих, и посмотрим, что Господь нам говорит. Стих номер 15, Евангелие от Марка, 4 глава. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. То, что Христос, это путь истинной жизни, мы должны также держать в голове. И кажется, вот тут какая-то дорога, видимо, нехорошая, а тут какая-то дорога в хорошем смысле, тут в плохом. Действительно, не обязательно в Евангелии каждое слово, особенно использованное в переносном смысле, будет идентичным. Тем не менее, тут можно провести интересную аналогию. Если все-таки воспринять, что и та дорога, и та дорога, вот как Господь говорит, я путь, и вот это, посеянное при пути, даже в русском языке употребляется другое слово, дорога, а в церковнославянской притче, да, и посеянное при пути, точно так же, как Христос говорит, я путь истинной жизни. То есть, здесь, если ты услышал проповедь Божию, и если ты через это приблизился к Христу, приближаешься к этому пути истинной жизни, потому что спасение наше, это когда ты следуешь за Христом и во всем подражаешь Ему, то чего тебе следует ждать? Ну, читаем дальше стих, искушений. Придет сатана, будет мешать, будет мешать твоим отношениям с Богом. И, в принципе, ты никак Ему не сможешь противостоять, если ты будешь рядом с этой дорогой. Поэтому я бы предложил все-таки не очень стандартное толкование в данном случае, что надо, наоборот, подальше от дороги быть, и что птицы-то, они как раз по дороге скачут и там клюют. А поскольку Господь нам предлагает символически переосмыслять все сказанное им, то здесь мы можем символически подумать, что вот как делать, если ты услышал Слово Божие при пути, при Христе? А сам со Христом целиком не соединился. Тебе действительно, если ты находишься со Христом, выбрал Его, ты в Нем в некотором единстве уже молитвенном, пытаешься жить по Его заповедям, да и, в принципе, просто хочешь быть как Христос и жить с Ним в Царстве Небесном, жить как Он здесь на земле, то, конечно, будут искушения, но ты их сможешь преодолевать. Ты сможешь преодолевать, да, будут какие-то сбои, будут отступления, будут грехи, промахи, да, амортия, грех, когда ты промахнулся, что-то сделал, даже хотел сделать по-хорошему, а просто не получилось, будет какое-то сознательное, когда ты сознательно углубился в грех, по причине или без причины, все равно. Все это действительно будет. Однако, если ты уже встал на путь, пошел за Христом, находишься на этом пути, соединяешься с Ним с источником жизни, с источником истины, то тебя оторвать от Христа будет значительно сложнее. Если мы вспоминаем, что Христос — это путь истины, то, конечно, мы для того, чтобы вот этот духовный плод проповеди, который Господь нас спасил, мы что-то услышали о Христе. Ну, в принципе, например, потому что мы родились в традиционно православной стране, пусть и после эпохи Гонения, и поэтому мы себя как-то христианами считаем. Но и более того, может, даже мы и как-то в храм ходим. Но если мы Евангелие не открываем, если мы его не читаем, если мы не по нему ориентируемся по своей совести, значит, мы еще не со Христом, значит, мы посеяны рядом с этим путем. И поэтому может подлететь лукавый и нас смутить, а нам нету слова евангельского, нету знания евангельского у нас. И поэтому совесть нам говорит, да не, вот как-то по совести, может, надо отомстить, например, кому-то. Но это же честно будет, по справедливости. Моя совесть вызывает ко общению, чтобы это так не оставлять. А Господь Евангелие говорит совсем другое. Поэтому и ты, как вот это зернышко, которое посеяно рядом с пути, будешь сатаной восхищена, и спасения лишишься. Да, конечно, может, Господь и снова будет сеять слово, и второй шанс будет. Но вот тут срезаться легко можно. Поэтому обязательно читаем Евангелие. Да, вот тоже вспомним, что Господь — это жизнь. И тоже значит нам, если мы посеяны как-то при пути, что я вот вроде христианин. Причем неважно, но я человек христианской культуры, или даже не я, там человек воцерковленный. Более того, я человек воцерковленный, там исповедуюсь, причащаюсь. Но если для тебя Христос не жизнь, то ты тоже оказываешься посеянным при пути. То есть вот один день в неделю, в воскресенье, ты со Христом на службе, рядом с ним. Остальную часть недели ты вне пути этого, рядышком. Пока ты в воскресенье на службе причстился, сатана тебе боится подойти. Вот эта птица, которая берет это зернышко, клюет и уносит, и все, никакого слова пропытия не остается. А потом начинается последующая рабочая неделя, и ты в суете, ты уже и в каких-то своих там, может, и махинациях, ты и в каком-то недолжном отношении с ближними пребываешь. И сатана приходит, и то, что ты был со Христом в тот день, тебе никак не помогает, потому что сейчас ты рядом с этой дорогой, и птица тебе легко склюет. Тоже, конечно, самое, вот уже и просто само слово путь. Потому что путь — это когда ты постоянно идешь за Христом. Если, например, ты взял и решил, о, вот эта дорога меня приведет к путешествиям моей мечте, вот эта дорога ведет к дому моей возлюбленной, вот эта там дорога ведет в храм, но ты по ней не двинулся, а просто рядом с ней остался на завалинке сидеть. Да, дорога идет в храм, но я в храм не пошел. Да, дорога ведет к моей возлюбленной, сейчас я пойду, и действительно будем строить наши отношения, дай Бог, они увенчаются счастьем семейным в жизни земной и в небесном царстве Божьем продолжатся. Но тоже ты будешь дальше на завалинке сидеть, то тоже никак ты не приближешься. Точно и так же, и если ты просто будешь думать, ну я, в принципе, христианин, но как-то что-то мои заповеди надо выполнять, да, и как-то и молиться, и на службу ходить, и как-то вот прям так все это нужно делать, может, я просто как-то рядышком побуду, то даже твой некоторый христианский частичный настрой, который тебя действительно пока что делает лучше, чем людей в окружающем мире, потому что все-таки ты как-то на Христа ориентируешься, он улетучится, придет лукавый, чем-то смутит, и это тоже похитит. Поэтому, дорогие братья и сестры, лукавый всегда нас будет клевать. Но вот как тоже, если ты в гуще пшеницы оказался, это не значит, что туда птица не прилетит клевать. И точно так же ты оказался в гуще приходской жизни, и там тоже могут быть люди, которые там нервные, люди, которые уходят и стоят в храм, а ты знаешь, что они гадости делают вне приходской жизни, люди, которые в самом храме грубые, там батюшки несовершенные, там епископы, все что угодно. Все это внутри церкви. Но пока ты вот в таком поле, птица пикирует, кого-то клюет, но не себя. Потому что, ну, тоже, кто вот более высунулся из вот этой копны, кто вот больше там как-то, там, может, под тщеславию, да, там вознесся, того птичка уже склевала, и слова проповеди не осталось. Еще что, наоборот, нас немножко обнадеживает, потому что что восхищают вот эти птицы? Что восхищает сатана? Он восхищает не человека, он восхищает проповедь. С одной стороны, это плохо, потому что человек может оставаться внутри вроде церкви и оставаться с верой во Христа, но уже не быть христианином по своей деятельной любви и по ее отсутствию, ни по отношению к Богу, ни по отношению к ближнему, хотя ему будет казаться. Это, наоборот, страшно. Но есть некоторые положительные моменты. А положительный момент заключается в том, что если уже, увы, тебя взяла и какая-то гигантская хищная птица похитила, да, и растерзала в клочья, то, конечно, ты уже все, погиб. Но Господь не дает никогда сатане погубить человека. То есть даст она вот это слово проповеди изъяло из сердца. Да, ты живешь не по-христиански. Но Господь — это сейтель, который не знает усталости. Господь посылает своих апостолов, учеников, а каждый христианин — это ученик Христов, который идет и проповедует вокруг себя. Где-то словами, где-то пояснениями, но чаще всего просто своей христианской жизнью, своим христианским поступком, своей молитвой. Да, несет весть о Христе. И поэтому, конечно, ты сделаешь шаг назад или 10 шагов назад и отпадешь от Христа, но у тебя будет новый и новый шанс. Это не значит, что надо от первого шанса отказываться. Лучше сразу начинать жить со Христом. Лучше сразу идти по Нему. Но даже если ты вроде ко Христу пришел, как вот пару людей вдохновляются, переступают порог храма, а потом раз — надоел, и ушли, забыли. Это не значит, что ты отступник, тебе нельзя вернуться. Ну, забыл, ну, устал, ну, несколько лет не ходил. Возвращайся. Это ты взял, переступил к порог храма, у тебя такая радость, такие все приветливые, дружелюбные, а потом раз — как-то там батюшка грубо с тобой поговорил, или еще кто-то, или какую-то несправедливость увидел. Это не значит, что надо отступать. Да, такое. Даже ты, если отступил и ушел, пропал, Господь все равно ждет. Да, Господь, увы, видит, что лукавый из твоего сердца слово проповеди похитил, и ты чуть-чуть от него отдалился. Но всегда можно к нему возвратиться. И более того, даже если ты там из церкви не уходишь, то слово проповеди возникло, и ты там механически вычитываешь молитвы, ты берешь и тоже как-то вот совсем подходишь и следишь за праведностью окружающей, осуждаешь, да, а не смотришь, что у тебя внутри, в твоем собственном глазу, какое бревно, а вот только маленькие сучочки, которые в глазах ближних находятся. Все это действительно тоже можно остановить, потому что Господь даст тебе новое семечко. Другое дело, что если все-таки бесконечно ходит, вот этот сеятель сеет, и видит, и видит, и видит, что человек свободным выбором не принимает это, не возращивает это семя, а просто его оставляет на виду, чуть-чуть со стороны, чуть-чуть вне своей жизни. Не, Господи, я, конечно, христианин, но не хочу близко тебя пускать к себе, то Господь рано или поздно, конечно, остановится, потому что Господь ценит нашу свободную волю, ценит наш свободный выбор, и не будет нам постоянно этого навязываться. Как вот, например, у человека, который вот он живет, и вроде там не дурно, и вроде у него все хорошо, и думаешь, а что ж я так страдаю? Да это значит, что вот человек рядом, возможно, все, Господь думает, ну, я же его люблю, пусть на земле хотя бы поживет хорошо. В моей семье проповеди он даже не то, что отвергает ему настолько это лень, и все, этому посвятить свою душу, что он просто, оно на него упало, и никак не усваивается, и стена все равно его будет кидать. Так зачем ему? Зачем его как-то подбадрить через искушение, через испытание? Зачем его мучить здесь, если он для себя выбирает какое-то мучение жизни вечное? А Господь нас все-таки для чего сеет? Не чтобы осудить, а для того, чтобы мы это семечко возрастили, принесли добрый плод и наследовали вечную радость в Царстве Небесном со Христом. Субтитры создавал DimaTorzok